Всем привет! В общем, решил разориться, купить себе металл-ыскатель. Сейчас увидите какой. Скидочку дали. Сейчас ждем, продавец придет, или потом его покажу. Так, что я еще хотел, ребята, вам сказать. Во всех магазинах МД Регион действует скидка 5% по моему промокоду странник на весь товар. Ссылку я оставлю под этим видео в описании. Ну а теперь мы перемещаемся в теплое место, распакуем металл-детектор, соберем его и посмотрим его характеристики. Поехали! И вот перед вами моя покупка XTERRA PRO. С того года еще на него, в общем, посматривал, я уже про это говорил. И все-таки решил купить. Просто уж больно интересно, так как говорят, что приборчик неплохой. И сейчас мы с вами его распакуем и, соответственно, покажу его комплектацию. Ну и пробежимся по настройкам. Итак, ну пойдем, естественно, инструкции применения прибора и гарантийного талона. Который я уже все это выложил. Вот так, в общем, это все выглядит в коробке изначально. Штанги. Одна штанга. Блок управления. Так, это замечательно. Ну да, прикольный блок управления. Крепится таким зажимом. Далее зарядное устройство. Кстати, пока не забыл сразу, сейчас покажу. Магнитное. В принципе, очень удобно. Не надо ничего прикручивать. Видите, все идет у нас в комплект. Далее, далее. Сейчас. Открываем. Здесь у нас подлокотник. Внутри лежит ключик и вон там болтик для крепления подлокотника. Две штанги. Ну и, как говорится, вот таски сама катушка. Вот такая вот катушка, естественно, резинки и болт в комплекте. Катушка 12 дюймов, защита. И сейчас соберем металл детектор и пробежимся по настройкам. Металлоискатель собрал. В принципе, собирается очень быстро. Металлоискатель в таком положении отрегулировал даже ручку. Собрано, видимо, так вот выглядит. Регулировка длины происходит именно снизу клипсу. Отстегиваем и ручку двигаем. Таким образом регулируем длину, как вам удобно. Подлокотник фиксируется намертво. Ну и удобные, в общем-то, эти вот зажимы. Очень ей нравится. В общем, вот так вот выглядит металл детектор в собранном виде. Все, сейчас пробежимся по настройкам. Итак, делаем первое включение. Я вот, вот, металл детектор первый раз держу в руках. Вот, до этого я вообще его не держал. Первый раз я его собирал. Вот, включаем. Включается металл детектор. С левой стороны, вот здесь нарисована. Кнопочка здесь сбоку. Нажимаем. Загорелся индикатор зеленый. Это уровень заряда батареи показывает. Все, металл детектор у нас включен. И при включении, что мы видим? В верхнем левом углу заряд батареи, уровень заряда батареи. Горизонтальная шкала, шкала дискриминации. Вертикальная шкала чувствительность. Посередине число ВДА показывается. Частота, на которой в данный момент металл детектор работает. И нижняя часть, это показывает поисковые программы. Регулировка чувствительности осуществляется путем нажатия плюс-минус. Сейчас чувствительность на полную. Ну, так оставим ее поменьше. Вот, далее. Дальше что у нас? Так как я хожу на всех металлах, соответственно, здесь есть кнопка, подковка. Она как раз убирает вырезку и включает все металлы. Вот, я нажал ее. В любом режиме она это делает. Я нажал ее, как можете видеть, верхняя шкала полностью открыта. Соответственно, маска вся открыта и металл детектор работает, получается, на всех металлах, без каких-либо вырезок. Далее. Выбор поисковых программ осуществляется кнопкой. Вот эта вот кнопочка здесь, с левой стороны. Эта кнопка отвечает за выбор программ. Вот, как можете видеть. У нас какие здесь программы? Парк 1, Парк 2. Частоты меняются. Поле 1, Поле 2 и Пляж. Пляж 1 и Пляж 2. Пляж 1 это предназначено для сухого пляжа, по песку, по сухому ходить. А вторая программа больше предназначена, наверное, даже для подводного поиска и поиска на море. И она работает только на 8 частоте. Частоту, соответственно, мы здесь не меняем. Не сможем поменять, в общем, мы частоту здесь никаким образом. Вот. Так, теперь как раз-таки про частоты. Частоты мы выбираем путем нажатия вот этой кнопочки. 5, 10, 15. То есть, в программе Парк 1, Парк 2, Поле 1 и Поле 2 мы спокойно можем выбрать себе частоту в ручном режиме. Металл детектор вообще, в принципе, имеет 4 частоты, но вот 3 частоты, которые они меняются и работают в программах Парк 1, Парк 2, Поле 1, Поле 2. А вот как раз-таки в пляжном режиме есть 4 частота, 8, и, как я уже говорил, она никаким образом не меняется. Так, еще функция одна очень хорошая. Подсветка. И цвет такой прикольный. Здесь сбоку под включением есть кнопка с торца. Ну, здесь нарисован значок. Мы ее нажимаем. Вот такой вот красного цвета. Второй раз нажать. Как бы будет маленькая сейчас. Не видно там, да, такая небольшая подсветка. Такая еле-еле заметная. Если эту кнопку удерживаем, то с той стороны загорается фонарик. Вот, видно. Опять так же удерживаем. Эту кнопку, все, фонарик у нас выключается. А вот здесь с правой стороны. Так, секунду. Да, вот здесь с правой стороны тоже кнопочка. Здесь подключение беспроводных наушников. Но они в комплекте не идут. Наушники. Так, нажимаем кнопку, и они у нас коннектятся. Все, начали говорить. Если будут наушники, то, соответственно, беспроводные, они приконнектятся. Ну, и теперь быстренько пробежимся по настройкам. Чтобы попасть в меню, нажимаем на шестеренку. Первое, что мы видим, это функция как раз отвечает за отстройку от электропомех. Ну, в принципе, от помех. Вот таким образом это все выглядит. Но, когда вы будете отстраивать катушку, соответственно, нужно поднимать от земли. Ну, желательно, прибор вверх, катушку от земли. Вот все получается. У нас, в принципе, прибор отстроился от помех. Следующее. В настройках у нас идет второй пункт. Это настройка баланса грунта. Есть ручная установка баланса грунта. Она настраивается путем нажатия кнопки плюс или минус. Можно вручную выставить грунт. Далее, функция качать. Зажимаем кнопку принять-отклонить. И откачиваем металл детектор. И третья настройка баланса грунта. Есть у нас отслеживание. Однократное нажатие на эту кнопку. И получается, металл детектор работает постоянно в постоянном режиме отслеживания грунта. Появился значок. Сейчас мы его отключаем. Третье. Третье у нас громкость самого металл детектора. Регулировка громкости осуществляется путем нажатия. Кнопки плюс или минус. Также в пункте регулировка громкости есть еще расширенное меню. Надо просто удерживать. Удерживаем мы эту же кнопку. И попадаем в меню, где мы можем отрегулировать громкость железа. Следующий пункт. Пороговый тон. Пороговый тон также регулируется при нажатии кнопки плюс-минус. Ну, кому-то он нужен. Слышите, да? Вот такой звук. Кто-то любит с ним ходить, кто-то не любит. Вообще отключает. Я делаю так, чтобы он меня не напрягал. Ну, как бы он у меня работает. Но очень-очень тихо. Пятый пункт меню. Извините. Пятый пункт меню. Это у нас выбор тонов. Осуществляется, соответственно, путем нажатия кнопки плюс. Плюс или минус. У нас один тон, два тона, три тона, пять тонов. Полифония и пич. Следующий пункт. Настройку меню. Последний пункт, седьмой. Это... Этот пункт отвечает за скорость. Всего здесь три скорости. Одна, одна, вторая, третья. Выбирается путем нажатия плюс или минус. Если место чистое, не замусоренное, там металл, то есть нет мусора. Соответственно, можно, в принципе, ставить скорость один. Но проводка катушка ей желательно все-таки делать не быстро. В общем, получается, чем меньше скорость, тем больше глубина. Если какое-то место замусоренное, там, или фундамент, соответственно, мы скорость прибавляем. Можем прибавить, например, до троечки. Глубина, конечно же, теряется. Но улучшается разделение целей. Итак, в общем, пробежались мы по настройкам. В принципе, настройки простые. Если прочитать внимательную инструкцию, ознакомиться, то я думаю, что любой разберется спокойно и настроит металл детектор под себя. Сейчас я вам просто покажу такие цели, как звучит металл детектор, какое число УДИ, просто как он звучит. Здесь у нас получается, в общем, 2 копеечки Николаевский, советик, серебро мелкое, 10 копеек Николаевского перевода и крестик средневековый. Сейчас просто покажем. Так, давайте сразу с империей 2 копеечки. Идет такой тонкий сигнал. Далее советик. Здесь еще можно озвучку настраивать. Сейчас у меня стоит здесь полифония, насколько я помню. Здесь, видите, глубина залегания показывается. Серебро. Он звенит. И крестик. Такое число УДИ. Так вот он звенит. И сейчас еще покажу вам. Взял биту. Покажу, как железо. Это при открытой маске. Показывает минус 7. И идет звук, что это железо. Итак, наш обзор на металлодетектор XTR PRO подошел к концу. Что хотел сказать. Сейчас, в общем, ждем, когда растает снег. Планы с этим металлодетектором. Походить в воде, на море, на реке, в пресной воде, по пляжу. Ну и, соответственно, по лесам. Ну и, может быть, получится даже попробовать с ним пошурфить. Очень прям интересно. Именно поэтому я его приобрел. Потому что, действительно, очень интересно. Так как те ребята, которые его тестировали, сказали, что прибор довольно-таки стабильный. Хороший приборчик такой. Вот. И именно поэтому мне стало любопытно. Я его приобрел. Приобретал. МД-регион мне дал скидку 5%. Соответственно, если вы будете приобретать в магазинах МД-регион, тоже получите скидку 5%. Ссылки все я оставлю под этим видео в описании. Ну а вам, конечно же, хороших находок в этом сезоне. И скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok